Здравствуйте, меня зовут Софья. Моя работа называется «Классификация восстановления изображения в задаче однопиксельного детектирования, однопиксельной визуализации с помощью классических аккаунтовых нейронных сетей». Еще раз расскажем, что такое задача однопиксельного детектирования. Мы можем получить изображение с помощью одного пикселя. Как это возможно? Мы освещаем наш объект некоторым набором шаблонов структурированного освещения и собираем рассеянную интенсивность интегрально одним пикселем детектора и имея взвешенную сумму. И с помощью взвешенной суммы таких шаблонов, то есть имея набор шаблонов и результат измерения, мы можем восстановить изображение. Но так как полный набор таких шаблонов – это довольно долго освещать ими объект, в этой задаче используется машинное обучение, чтобы сократить… Таким образом мы можем сократить набор шаблонов и решать недоопределенную задачу, то есть где у нас неизвестных больше, чем уравнений. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Ну, собственно, в чем, наверное, преимущество квантово-машинного обучения, что мы можем закодировать наши данные в экспоненциально меньшее число кубитов и оперировать уже ими. То есть у нас, соответственно, будет меньше обучаемых параметров и, возможно, в перспективе это должно быть быстрее. Вот, на слайде представлены цели задачи работы. Цель с помощью квантового машинного обучения – разработать алгоритмы классификации и, соответственно, восстановление изображений и, ну, примерно сравнить, как это выглядит. Вот тут план доклада. Описание данных в… В этой работе использовался датасет картинок Минист, которые предобрабатываются следующим образом. Мы моделируем, соответственно, нашу задачу однопиксельного детектирования. У нас есть шаблон матрицы Дамара, которые выглядят вот так вот примерно. Вот, это матрица из единицы и минус единицы. Мы их так скалярно перемножаем с нашим изображением и получаем вот эти вот измерения наши. Потом у нас всего получается 1024 измерения со всеми нашими шаблонами. И мы их сокращаем до 64 по наибольшей дисперсии по датасету. И уже из этих 64 измерений мы будем классифицировать и восстанавливать наше изображение. Вот. Классический классификатор, он состоит из двух скрытых слоев. Соответственно, там 9600 обучаемых параметров. Тут в конце вот этого вот шести пух обучения от числа измерений, которые мы подаем на вход в нейросети. И тут показано, что 64 это примерно оптимально. То есть мы не сильно теряем в точности, но при этом сильно сокращаем вот число нужных нам паттернов, которые для задачи. Тут также было исследование влияния спам-шумов. То есть мы там моделировали какой-то уровень шума и исследовали, как зависят, соответственно, результаты работы на нейросети. Вот тут представлена архитектура классического восстановления изображения. Тут уже 5 скрытых слоев. Соответственно, там 20 миллионов параметров. И вот тоже зависимость МСЕ от номера эпохи и такая же зависимость от числа измерений на входе. Вот это вот результирующее МСЕ тоже 64 плюс-минус. Это 6% от количества пикселей в исходном изображении. А внизу мы можем увидеть картинки, которые восстанавливает нейросеть. Первая строка — это вот ground-true, что называть. Это просто наш министр. Это то, что мы получаем из 1024 измерений шаблонов. Это 64. И вот тут вот единица. Тут видно то, что в среднем какие-то вот единицы есть, и усредненные цифры — они либо пошире, либо поуже. Но в целом единицу он отличать может. Это забавно. Теперь перейдем к нашим квантовым нейронным сетям. Что такое квантовые нейронные сети? Это обычно вариационные схемы, которые... У нас есть какие-то вентили с параметрами. И мы оптимизируем эти параметры. То есть много раз прогоняем вот эту вот квантовую схему одну и ту же, просто с различными параметрами. Вот. В целом, очень идейно похоже на обычные нейросети. Собственно, перейдем к квантовому классификатору. У нас архитектура представлена вот слева, а справа... В общем, у нас есть 10 классов. Чтобы разделить по 10 классам, мы использовали 10 бинарных классификаторов, которые независимо друг от друга обучаются. Вот. Собственно, наши данные мы можем закодировать в кубиты с помощью амплитуд-эмбэддинга. Вот так вот и выглядят. Ну и, собственно, подсчитать потом loss и оптимизировать наши параметры в этих бинарных классификаторах. Использовался тут margin loss из-за вот этой вот архитектуры. Ну и, соответственно, число кубитов 6, длина входного вектора такая же и число слоев было 6. Тут всего три эпохи обучения, потому что это довольно всё долго. Вот. Собственно, ну, показал это хороший довольно результат. Там 93%, что... Хорошо, в общем, достаточно. Хоть и чуть-чуть меньше, чем в классическом случае. Перейдём к квантовому восстановлению изображений. Я долго говорила, что вот есть симуляторы, которые побыстрее, вот они должны работать, они не работают. Там всё друг с другом не сочетается. И вообще очень долго пыталась просто замачить это. В итоге пришлось всё-таки на том же самом, дефолтном. Вот. И, собственно, мы сначала попытались сделать всё как запланировано. В конце измерить вероятности. И вот ничего не получилось. Как видно, оно скатывается в какой-то вот этот вот минимум. И это в целом нулевое изображение. Но не стоит расстраиваться. Мы подумали ещё. Подумали и решили сделать такую архитектуру. Вообще, на самом деле, она принципиально не отличается. И я не знаю, типа, почему так работает, а по-другому нет. Но, в общем, тут суть такая то, что мы... Вот эти вот операторы RY, они вещественные. То есть мы вот изменяем наше состояние. Оно на выходе тоже вещественное. И измеряем уже не вероятности, а вектор квантового состояния. И его, соответственно, уже подгоняем под наше изображение. То есть у нас на выходе 1024 числа, которые мы подгоняем под наше изображение 1024 пикселя. Вот. И, собственно, тут уже какие-то изображения получаются. Вот оно учится. Мы пробовали разные метрики. Fidelity — это, соответственно, скалярное произведение вот этих векторов квантового состояния по модулю в квадрате. Как вы можете догадаться математически, что иногда получается вот такая вот ситуация. то есть она скатывается в абсолютно противоположный какой-то минимум. Вот. И... Ну, уже похоже на изображение. Уже, я считаю, это успех. Вот. Тут есть, чтобы это сравнить, метрика structure similarity, но я считаю, что в такой задаче она какая-то довольно странная. Ну, почему вы увидите дальше? Вот тут тоже было вот использовано то же самое, только без квадрата. Вот уже это касается similarity. Вот. Тоже обучаются. Тоже... Ну, на 30 слоях картинки выглядят примерно одинаково. Вот на 10 уже они чуть-чуть разные, но на 30 примерно одно и то же все сходится к такому минимуму. Вот тут уже метрика MSE, но там немножко пришлось поиздеваться над исходной картинкой, чтобы, соответственно, MSE был. То есть у нас все должно быть супер отнормировано и так далее. Вот. И тут использовалось в качестве метрики обучения structure similarity как раз тот самый. И изображение, на мой взгляд, довольно странное. Хотя показатель, ну, сильно выше, чем вот на предыдущих слайдах. Но что-то как-то не похоже уже. Вот. Собственно, оценка времени обучения я там пересчитала. Из-за того, что у нас много пикселей, нам, соответственно, нужно много, ну, вот, что называется, шотов, то есть много прогнать вот эту вот схему, чтобы набрать необходимую статистику. Тут уже в 10 раз... Ну, короче, вот, я пересчитала, получилось довольно много. Но есть шансы, что это число будет уменьшаться с развитием вот наших квантовых технологий. Тут, соответственно, представлены выводы. Все, что я сказала, вы видели. Видите на слайде. На двух слайдах. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр. Какой, может, это шанс. А вот глосса или сим? Можно на тот, наверное, обучится? Там только сим. Там нет… Дополнения к нему, к кому-нибудь? Нет, просто. Ну вот есть отдельная L2, получается, и отдельная СИМ. Ну, наверное, да, наверное, это так. Как показали ваши коллеги, с близкой задачей, например, лучше использовать вместе. Да, вот это вот все. Как вы меня и так видели, задачи комбинировать эти носок, потому что поделились, они не работают в поделились, они решают совершенно разные вещи. Именно поэтому используют комбинацию взвешенного. И вот взвешенные комбинации как раз работают. А вот в отдельности не работают. Хорошо. Ну, в какой-то мере работает все-таки. Ну, в какой-то мере, да. Вместе они должны дать свои довольно-таки личные изображения. Как вы показали, вместе с вашими коллегами, старшими уже в любом не работают. Ну, наверное, чуть-чуть дополню, можно же пойти дальше и восстанавливать, пробугают фильтры, то, как это делается. Ну, например, скорейтный гип-дрин, ну, и более современно. Давайте еще немножко задаю вопрос. А не пробовали какие-то более хитрые архитектуры классические? Нет, вот я из-за того, что тут все-таки работа на каком-то построенном а-ля сравнении, то, соответственно, архитектуры наиболее простые. Ну, просто качество, поскольку 97 нам нести, это немножко застаривает, да. Но никто не спорит. В начале 90-х уже было 7,6. Ну, окей. То есть нам, наверное, потом было бы интересно посмотреть все-таки на сверточную архитектуру и на ганны, какие-нибудь другие архитектуры именно для генерации. А, да, я затем ничего не знаю про квантовые вычисления. Можете чуть-чуть рассказать, как связана квантовая архитектура с физическими? Ну, связана, собственно, таким образом, что и там, и там обучаемые параметры, которые мы оптимизируем. В целом, довольно похожая идея. Просто тут вот это выглядит как вариационные квантовые схемы, а там это вот какие-то слои нейронов, которые мы тоже вот обучаем. Скорее мой вопрос был про то, как поставлены именно слои линейные, в исходной сети линейные. А, тут это просто... Слои — это вот повторение вот одних и тех же, как бы... Ну, в общем, вот это вот повторяется 6 раз. Вот это вот слои. То есть, слои линейные. То есть, повторяется одно и то же. Да, да, да. Волновый пункт. Ага. Такой вопрос, ну, опять же, вам сказать, прямое непонимание. А можно ли как-то вот эти состояния волновой функции сопоставить с теми самыми фильтрами, которые получаются в фотоэлементе? Сопоставить с фильтрами? Да. Ну, то есть, наверное, это же какие-то связанные вещи. Может быть, это можно самоархитировать. Ну, тут не подаются фильтры. Тут подаются вот эти вот уже результаты измерения на вход. Они вот кодируются вот тут. То есть, тут они не прям так связаны. Основной вопрос. Есть ли понимание, насколько это привлекло и какие-то ответы пытаются? Подождите. Я до листа. Вот, например, мои коллеги очень любят Optics Letters. Ну, собственно, как-то так. Вот тут я видела похожую работу. Ребята классифицировали там вниз с помощью квантовых сверточных нейронных сетей. Там четыре циферки из десяти. Вот. Ну, это все примерно, где я видела что-то похожее. Вот. Да, да. Не, не, не. У нас вязали сетки примерно к изображениям. Это не совсем корректно. Это работает на инвестициях, потому что у них вниз в цифре, вот. Но для того, чтобы обрабатывать все изображения, наверное, не цифры там же. В будущем смотреть на что-то структурное. Ну, просто я не представляю, как можно тогда это в параллель провести квантовое, потому что, ну, мы не обучим, мы не дождемся, пока она обучится. Потому что, ну, там вот еще, вот, я забыла сказать, но там, чтобы вообще можно было дождаться обучения, там в восстановлении изображения вниз был сокращен до чисто 640 нулей, 640 единиц. Потому что это невозможно. Симулятор это довольно медленно. Вот. Как-то так. Антон. Заслышал. У меня такой общий вопрос. Посмотрите, я тоже не перепонюю о фантовых сетях. Но вы берете, значит, одну задачу, восстановление, как бы, по однопискому изображения, да? И вторую. Поставить эксперимент с помощью фантового симулятора, да? Вот хочется понять, как они друг от друга зависят. То есть, как, в принципе, квантовые сети что-то восстанавливают, да? Хорошо показать. Вот у вас вот фо поработает. Да, может быть, они, ну, как-то у вас неправильно в конфигуре, я вот, ну, сейчас я кричу с вами, если я, видимо, очень четко объясняю. То есть, а, вот, ну, где есть, например, работа, где восстанавливают, ну, ну, каким-то классическим способом изображения, типа акцион-кода, да? Вот, с помощью фантового компьютера, или какую-то аналогию привести, чтобы, вот, смотрите, оно работает в классической задаче, там, да? А у нас она работает чуть хуже, чуть лучше, чтобы тоже, чтобы понять, в принципе, в принципе, насколько эта технология подходит для таких задач. Не выключить, где здесь границы. Да, я вот там в тексте работы есть ссылка на квантовый автоэнкодер, что называется, ну, там, значит, 4 на 8 пикселей изображения, тоже нулей и единиц, и она тоже, ну, не супер прям, но более-менее выглядит, наверное. Но, ну, мне кажется, для такой задачи навряд ли всё-таки квантовое машинное обучение будет использоваться, потому что, ну, даже, даже по оценкам это будет долго, поэтому, ну, попробовали, посмотрели, то, что на физической вот этой задачи можно что-то сделать с такой архитектурой. То же самое. Там вот это вот вектор измерений, 64 измерения, которые вот с помощью амплютуда пейтинга кодируются в кубиты. Это вот эти наши скалярные произведения объекта и шаблона. Может быть, я просто свои инвестиции добавлю, что если я рассмотрю задачу восстановления изображений, ну, это так, для коллег, что это модель классическая, даже там линейные слояки, в нескольких слоёх, она имела, ну, там, 20 миллионов параметров висок. Даже если это будет один слой, 64 тысячу, ну, в порядке, там, в порядке 60 тысяч висок. А вот эти модели, восстанавливающие квантовые, имеют несколько сотен параметров. То есть, вообще, изначально мы задавались вопросом, а это вообще, ну, это вообще такая модель способна выразительно выразить такую закономерность при переводе вот вектора из 64 чисел в вектора из 1024 чисел с помощью нескольких сотен параметров. Вот, и по видимости, ну, ей просто не хватает. А чтобы наращивать количество параметров, ну... Нужно увеличивать количество слоев. Если я фиксирую такую архитектуру, нужно просто увеличить количество слоев. То есть, там больше ничем оно не меняется. То есть, добавление каждого слоя, если я помню, линейно, да, просто добавляет там еще... Ну, типа, полчаса, час-полтора. Нет, я имею в виду, количество параметров, что добавляется. Еще сотни, еще сотни, еще сотни, чтобы получить, там, допустим, несколько тысяч параметров просто весов, да, то есть, если мы думаем, что они равны сети как? Просто некоторые модели, аппоксимирующие функциональную зависимость входа в выходе, то, ну, в общем, этим сложно вообще представить, что оно как-то адекватно сможет. Ну, то есть, идея была в том, чтобы проверить, можно ли такая модель сделать, но в каком-то стиле... То есть, тот факт, что оно вообще что-то подобное на цифры возражает, это уже, в том смысле, оказалось открытием, ну, таким, неожиданным. Надежды было мало, на самом деле, на это. Но оно вдруг начало вырисовывать ноль-некий единичек. Собственно, из-за этого и был сокращен датасет, чтобы вариативность этого дела понесить, этого перевода в два класса цифр, причем, различных, ну, и кружочки, палочки. И, ну, что бы нам быстрее считалось, где-то десятая рубля для всех объектов каждого класса. Способен, в конце с такой, от такого подхода, вот о чем это работает. А может быть стоило, когда и фактическую сеть держать в такой количестве правильный? Может быть, да. Чтобы просто сопоставлять. Потому что здесь, ну, прям, поразительное, измельно, различие в количестве, ну, степеней свободы от материи. Ну, то есть, возможно, если классически сеть таким количеством параметров будет существенно хуже, то это будет заменить. Вот так, да, верно, сэкранным. Ну, да, может быть, кстати. Время у нас вести. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ